Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихнович Лапкин, вопрос 502, тема богослужения. Можно ли женщине подравнивать концы волос, если секутся? Есть ли на это какое-то канонное или правило? Наказывается ли это по церковным правилам? Отвечает Игнатий Тихнович. Подробно прочтите в нашей книге «К истинному православию» в статье о Брадобритии. В Библии кратко сказано, 1 Коринфянам, 11 глава, 14 и 15 стих. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Покрывало, обрезанное, как и короткое одеяло, неприлично. 6 Вселенский Собор, правило 96. Во Христа крещением облегшиеся дали обет подожжать житию его, того ради власть на главе, ко вреду зрящих, искусственными плетениями располагающих и убирающих, и таким образом неутвержденные души плечающих, отечески врачуем приличную эпитемию. 7 Руководство их, как детей, и научает целомудренно жить, да оставит прелесть и суету плоти, к негиблющей и блаженной жизни ум непрестанно направляют, и чистое со страхом пребывание имеют, и очищением жития, насколько можно, к Богу приближаются, и внутреннего боли, нежели внешнего человека украшают добродетелями, и благими и непорочными нравами, и да не носят в себе никакого останка порочности, пришедшие от сопротивника. Если же кто вопреки сему правилу поступит, да будет отлучен. Толкование этого правила совершенно запрещает прикасаться к волосам головы и бороды, то есть укорачивать и портить.